В Москве состоялся технический пуск новых станций московского метро. Или не состоялся, или сейчас состоится. А вообще, что такое этот технический пуск и для чего он нужен? Давайте разбираться, меня зовут Дмитрий Рыгачёв, всем привет! Начнём с того, что раньше никаких технических пусков не было, и просто руководство города, региона и в целом все те люди, которым нужно было попиариться на московском метрополитене, приезжали спокойно, и в новостях продавалось это не как технический пуск, а как руководитель города, мэр Москвы приезжал посмотреть строительство новых станций метро и похвастаться какими-нибудь достижениями. А самого понятия технический пуск не существовало, оно появилось только несколько лет назад, и то скорее в СМИ, а не для строителей. Дело в том, что само строительство московского метрополитена, как и любого другого метрополитена в России и в мире, начинается с первых работ бурильных установок, чтобы узнать, какой там грунт, либо для опоры стакада, либо для строительства станций глубоким заложением. И от этого момента до окончательной сдачи в эксплуатацию строящегося объекта и передачи его на баланс московского метрополитена проходит огромное количество этапов. Если бы была возможность выложить все эти этапы, то это получилась бы целая книга. И в этой книге каждая страница важна, и каждый пункт максимально важен. И само понятие технический пуск — это то, что там отсутствует. Есть приемка оборудования, есть отладка оборудования, есть проверка оборудования. Я не знаю, какой из этих терминов более правильный, но некоторые люди в интернете используют их все, и принцип один и тот же — что-то нужно проверить, что-то нужно подключить. И только потом, когда уже все оборудование подключено в готовых туннелях и на готовых станциях, проходит габаритный вагон, чтобы понять, насколько эти туннели безопасны для проезда, проездов, чтобы поезд просто не задел ничего по дороге. Потом уже проходит обкатка подвижным составом, потом уже подвижный состав ходит по основному маршруту, но без пассажиров, и только спустя какое-то время, после торжественного и пафосного открытия, станции становятся доступны для обычных граждан. Конечно же, это очень упрощенное объяснение, и все люди, которые разбираются в техническом вопросе гораздо лучше меня, а также все строители метрополитена, которые сейчас находятся на стройплощадках, могут гораздо более подробно объяснить, что там как должно быть, а те люди, которые занимаются официальными документами, подтвердят, что список даже для какой-нибудь одной активности с прессой, список действий, конечно же, он просто огромен. В течение многих десятилетий в Советском Союзе людей приучили к магическим свойствам слова метро, и все новости про метрополитен должны выделяться каким-то особенным шрифтом и обладать каким-то особенным значением для любого руководителя и для любого человека. Так, новости про технический пуск московского метро, новые фантазии о петербургском метро, или даже замене лампочки на станции метро «Российская» в Самарском метрополитене гораздо важнее, чем какие-нибудь другие успехи строительства детских садов, школ и прочих других социальных объектов, которых во всей стране давным-давно не хватает. Главное, это же метро, а не что-то там еще остальное второсортное, не обижая всех остальных людей. Перейдем к тому техническому пуску, который должен состояться в Москве в сентябре 2021 года. Я говорю об одном событии, но эта информация будет актуальна для всех последующих событий не только в Москве, но и во всех других регионах России. А может быть не только России. Пишите в комментариях, в каких странах и городах тоже есть подобные как бы технические пуски. Дело в том, что участок Большой кольцевой линии от станции Мневники до станции Каховская теперь обещают открыть целиком в конце года. Это уже пообещали самому главному человеку в стране, и значит нужно расшибиться, но сделать. А сейчас день города, сейчас впереди выборы, и нужно хоть как-то показать, что метрополитен уже частично готов, и якобы готов. Для чего? Просто для пиара. Дело в том, что для показа таких красивых достижений на части линии нужно запустить поезд для того, чтобы в нем проехали чиновники и та самая пресса, которая вам красиво все это покажет. Но что это для строителей? Для строителей нужно только закончить какой-то участок, чтобы потом прокатить на нем начальников. Начальники уедут, поезд обратно уедет в депо, либо работает на свою линию, потом этот участок снова можно разобрать и доделывать то, что не было доделано, потому что этот участок не готов, на нем просто нужно прокатить начальство. Таким образом, для строителей получается не очень хорошая ситуация, когда часть оборудования, которая может быть еще не пришла, может быть еще не установлена, или не налажена, или может быть еще не проверена, должна быть просто отложена на потом, потому что сейчас нужно начальникам сверху попьериться. И это вопрос не к строителям, неважно какой они национальности, с каким опытом, это вопрос к тому, что приходится менять порядок работ, просто из-за того, что строители будут мешать начальникам. После прохода самого первого поезда с самыми важными людьми и с самой правильной поезда, может произойти все, что угодно. Могут даже рельсы разобрать, по которым этот поезд ходил, не говоря уж об отключении электричества, которое точно произойдет на контактном рельсе, чтобы строителям было безопасно продолжать свои работы. Какая выгода от этого строителям? Никакой. На самом деле они просто должны будут потом все заново проверить, потому что перед пуском линии с пассажирами придется заново запустить и габаритку, и проверить все остальные коммуникации, все эскалаторы на всех станциях, на всех выходах, где они будут открыты. Получается, что кроме пиара для стройки ничего хорошего не произойдет. Вы можете спросить, есть ли хоть какая-то зависимость между техническим пуском метрополитена, или как он так назывался, и реальным открытием. И я вам отвечу, нет никакой. Сейчас от технического пуска до реального открытия, который действительно может состояться, пройдет около трех месяцев, может быть чуть больше. В других ситуациях может быть один месяц, а когда-то может быть и полгода. А если, не дай бог, произойдет какая-то авария, то может быть пуск перенесен и на следующий год. А может и не авария, а просто что-то не успеют поставить, не успеют сделать, не успеют смонтировать. И любые строительные работы – это гораздо более долгий проект, чем кажется. Напоследок, скажу вам еще одно очень важное мнение, с которым вы должны просто согласиться, а не переубеждать меня, что что-то в этом понятии не так. Просто скажите любым строителям московского метрополитена огромное спасибо за ту тяжелую работу, которую они делают, независимо от того, на каком объекте они трудятся, и какую именно работу каждый из них выполняет. Не важно, русские ли это, узбеки, киргизы, или, может быть, жители южных российских республик. Не важно. В московском метрополитене сейчас трудятся люди абсолютно разных национальностей, разных религий, разных культур, и это не проблема. Дело в том, что 10-15 лет назад во всей России не было столько метростроителей, сколько сейчас трудятся в Москве, и у них не появится моментально огромный опыт в строительстве, огромные знания. Главное, чтобы свою работу они выполняли на совесть, а остальное уже приложится. Если кто-то из вас думает, что даже самый плохой русский работник работает лучше, чем самый хороший строитель из другой страны, вы очень глубоко ошибаетесь. Лучше всех работает тот, кто серьезно и ответственно подходит к своей работе. И это должно быть на всех уровнях. От обычного рабочего до самых высоких начальников. Но, к сожалению, самые высокие начальники приходят только попиариться. На этом на сегодня все. Я надеюсь, я объяснил вам, что технический пуск — это лишь пиар и не имеет никакого реального отношения к строительству метрополитена. Да, вам красиво покажут нужные ракурсы, нужных станций, которые просто больше готовы, чем остальные. Вот и все. Ну а я надеюсь, что вы под этим видео поставите лайк, напишите свой комментарий и обязательно подпишитесь на канал, потому что огромное количество моих зрителей смотрит меня без подписки. А для развития на YouTube подписки тоже очень важны. До новых встреч. Пока.